Зачем с хакером бороться, если его можно просто пригласить к себе на работу? Так же поступили в компанию Apple, взяв на стажировку хакера Николаса Аллегру, который не раз взламывал операционную систему, установленную на iPhone и iPad. Должно быть юному дарованию, а Николасу 19 лет, куда интереснее взламывать программы, чем писать и отсылать резюме. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Это Текутевский бульвар, и 3 сентября он станет местом для сбора зомби, вурдалаков и всяких подобных представителей загробного мира. Речь идет, конечно же, о флешмобе, который стартует здесь, он же зомби-парад, он же зомби-моб. В общем, сотни молодых людей и девушек, загримированные под, назовем это, нечисть, стартуют здесь и направятся в сторону 400-летия, площади 400-летия и драмтеатра. Несмотря на кажущуюся безобидность, у этой акции уже нашлось множество противников. Особо ожесточенные комментарии можно встретить на форумах, где сидят обычно молодые мамы. И теперь к этой истории еще подключился Тюменский городской родительский комитет. И он опубликовал открытое письмо. Из открытого заявления, текст которого доступен на сайте родительского комитета, становится ясно, что некоторые родители сумели углядеть в параде зомби угрозу для здоровья. Данный парад запланирован в центре города в субботу в 16.00. То есть в то время, когда на улицах города и особенно по маршруту следования зомби гуляют семьи с маленькими детьми, беременные женщины и пенсионеры, внезапное столкновение которых с шествием мертвецов может вызвать тяжелые последствия для их здоровья и психики. Родительский комитет требует оградить стариков и детей, а цитирую, ужасающего и шокирующего зрелища изуродованных и восставших из могил мертвецов. На это главный организатор и вдохновитель парада Владимир Друганов ответил своим видеообращением в интернете. До зомби парада осталось не так много времени, пока его никто не отменял. Создавшийся ажиотаж вокруг моба может пойти на руку организаторам, если, конечно, они хотят привлечь внимание большего количества людей к своей акции. Будем следить за развитием этой истории в сети. Противостояние молодых мам и зомби – это не единственное событие, нашедшее отражение в сети. Посмотреть, каким был город сто и более лет назад, предлагает пользователь Глухер на портале Мега Тюмень. Он сделал подборку из старых фотографий начала прошлого века и выложил их на сайте. Рискну предположить, что фотографировал он не сам, хотя от этого снимки не потеряли в своей ценности. Интересным, на мой взгляд, занятием во время просмотра может стать угадывание места, где та или иная фотография была сделана. Если в одних случаях это получается без особого труда, то другие примеры заставляют надолго задуматься. А еще один из дотошных пользователей справедливо заметил, что как минимум одна фотография уж точно не относится к началу прошлого века. Если внимательно приглядеться, то можно заметить автобусы и машины, разъезжающие по городу. Возможно, снимок попал в альбом случайно, тем более, что Глухер обещал сделать еще одну подборку фотографий, но уже с советских лет. Тюменцы поздравили с днем рождения Зимфиру. Знаменитой девочке скандал исполнилось 35. В юбилей певицы музыканты устроили квартирник, где исполнили кавер-версии ее песен. К событию серьезно подготовились. На импровизированной сцене даже возвели декорации в виде стены с ромашками. Именно так выглядела обложка первого альбома Рамазановой. Творческие зимфиры для меня это практически все мое детство, начало всей моей творческой карьеры. И поэтому очень хорошо я очень часто переигрывал песни, когда только начинал играть на гитаре. Выступление транслировали в интернете, поэтому тюменцев могли услышать не только в нашем городе. К онлайн-концерту присоединились жители Ярославля, Уфы, Краснодара и Улан-Удэ. Это была программа Точнее.ру. Не пугайтесь понапрасну. Увидимся завтра. Да, и как всегда в конце видео с YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok